Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Васильев. Сегодня расскажу такую интересную историю. А помните, в детстве катись, катись, яблочко по золотому блюдечку, покажи мне дальние дали, дальние реки и прочие там берега. Ну, в сказках это яблочко каталось по блюдечку, и царевна там в него смотрела и глядела. Сейчас смотрите вот следующее видео, и мы продолжим. 15-18 век. Зеркало с весьма странным обрамлением и формой. Но что весьма интересно, зачем же его вешать прямо над столом, да и на такую высоту? Как-то не очень понятно, но оно вам ничего не напоминает? Чуваки, этому зеркалу цены нет. Вот эти вот старинные зеркала, которые где-то в домах там находились, в старинных домах, которые висят там почти под потолком, там грубо метр на полметра, с красивым деревянным обрамлением, это, оно стоит миллионы, миллиарды, и я вам сейчас расскажу, почему. Это наследие от прежних цивилизаций, у них это уже было, у них это уже использовалось в древности, все это работало и функционировало. Кто-то может скажет сейчас, что он дурак, он шизофреник, про что он говорит. Смотрите следующее видео, эти технологии дошли до конец и до нас, но я думаю, что в древнем зеркале можно увидеть намного больше интересного. Смотрим дальше. Наш логотип, это значит, что система начала загружаться. Вот подгрузилась наша система. Здесь установлен дисплей 17,3, сенсорный. Что же оно умеет? Слушай, Алиса, сделай яркость люстра на 50%. Меняю яркость. Слушай, Алиса, сделай яркость люстра на 100%. И в принципе в это время, ну то есть как, есть некоторые женщины, как его там, ставят смартфон как-то в стакан, там, не знаю, чтобы музычку послушать, любимый подкаст или еще что-то. Или, например, там какой-то новый экспериментальный макияж они наносят, смотрят в ютюбе, кладут там как-то планшет, телефон внизу на раковине, это неудобно, не видно и тому подобное. Здесь же вот, даже сейчас я стою напротив, дисплей сделан в самом низу. Если даже смотреть вот так вот, видно полностью свое лицо. И в то же время видно то, что происходит на экране. Я просто запущу вот ролик на ютюбчике. Можно просто смотреть сериал, киношку любимого блогера и заниматься какими-то своими повседневными вещами. Ну и че, кто говорил, что у меня колпак потек? Вот то старинное зеркало, это самое обалденное наследие наших с вами предков. Нужно найти где оно, нужно попробовать его включить. Я не знаю, как оно работает. Волнами, электричеством, освещением, там, лазерным каким-то проигрывателем или еще как-то. Но оно действительно работает. И оно работает даже похлеще, чем вы видели вот в этом заключительном видео. Это вообще просто бух, бомба, а не информация. Вот тут под видео внизу или вот здесь. Ставьте лайчик или дизлайчик, также там нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Чем больше подписчиков, тем больше денег на канале, тем лучше и лучше и чаще будут выходить ролики. Подпиской вы стимулируете нас и спонсируете для снятия новых интересных роликов, для их внедрения в канал. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok